Итак, к новостям. В предыдущих выпусках мы уже рассказывали о трех подростках, которые отравились, выкурив сигарету, начиненную неизвестным химическим веществом. Напомню, 7 апреля воспитанники Цемлянской школы-интерната были госпитализированы в районную больницу с диагнозом отравления неизвестным веществом. Как выяснилось в ходе обследования, двое из них поступили с незначительной степенью отравления, Однако третий воспитанник интерната уже был доставлен с диагнозом полиорганная недостаточность в добавок дыхательной и сердечно-сосудистой на фоне отравления неуточненным химическим соединением и находился в коме третьей степени. В результате необходимых реанимационных работ жизнь Романа Сада так и не удалось спасти. 11 апреля в 4.50 утра он скончался. На сегодняшний момент состояние двух других оценивается как удовлетворительное. Почему же не удалось спасти одного ребенка, отвечает главный врач Цемлянской районной больницы. Его удалось реанимировать. Он был переведен на искусственную вентиляцию легких, помещен в реанимационное отделение. Были проведены все необходимые консультации с областными специалистами. Несколько раз развивалась клиническая смерть. Постепенно нарастали явления полиорганной недостаточности, изменения со стороны легких, кровоизлияние вещества головного мозга. Ну и, к сожалению, нам, конечно, очень жаль, но спасти нам его не удалось. По одной из версий, подростки выкурили сигарету в табак, к которой были добавлены ягоды светло-синего цвета. Однако специалисты уже отвергают эту версию. Биологические жидкости были отправлены на химико-токсикологическое исследование в лабораторию. По заключению лаборатории наркотических веществ данных жидкостей обнаружено не было. Значит, окончательно, я думаю, заключение даст только судебно-медицинская экспертиза.